Запись. Все, мы вас слушаем внимательно. Рэб Ильяо. Спасибо. Когда Рэб Гидалия сказал снова Ашма и сказал свидетели того, что Всевышний один, то мне кажется, что это так актуально еще раз, еще раз понять и углубиться. Мы сейчас живем во время непрекращающихся конфликтов и войн и внутри нашей маленькой территории, и на всем этом шарике глобальном нашем. И вот какой смысл, что мы все время повторяем, что он один. А в конце каждой молитвы в «Алейну лешабеах» мы тоже заканчиваем, что наконец когда-нибудь наступит время, а мы этого очень хотим, что все человечество признает, что его имя одно и Всевышний один. И вот если постепенно люди начнут глубоко проникаться вот этой идее еврейской, которую мы проносим через всю историю, то прекратятся войны. Потому что альтернатива, что если в высших мирах есть какое-то множество разных сил, то тогда человечество, которое верит в одни силы, а другие верят в другие, оно никогда не прекратит конфликты и войны. Значит, вот это утверждение, что он один, говорит о том, что нужно всем постигать волю этого единого начала мирового. И вот это шансы на мир. Мне это хотелось сказать. Если он не один, мы обречены на бесконечные войны и неизвестно, чем все кончится. А если Творец один, то тогда есть надежда на мир. По мере того, как мы, все люди, проникнутся духом единого начала. Вот этим мне хотелось. Спасибо, Гидалии. Вы как-то так рассказали, что я еще увидел эту актуальную сторону этого самого божественного единства. Спасибо. Ширхуев, Илья, Ширхуев. Спасибо. Очень красиво. Ну и с этим связано благословение, которое отдается еврейскому народу, что будет благословен тебя благословивший, да? Да, связано. Когда благословят. И еще одна вещь, которая с этим же связана, что имя Всевышнего, оно связано, одно из имен, это Бог Израиля, да? Бог и в Рим, кстати, это тоже упоминается. Вот в этой части тоже. Ну вот, когда все соединится. И с этим связано, мне кажется, и поведение Амалика, потому что он не хотел принять, что он оденет. Те законы, которые Всевышний давал евреям, они ему не подходили. Амалика, смотрите, сегодняшний Иран, это же, там же, они как бы сегодня себя относят к исламу. На самом деле, в глубине там зороастризм. А зороастризм – это два, значит, начала. Одно начало жизни, одно смерти, и они равноценны, и между ними вечная борьба. И сегодня Иран в мире является как раз вот этим вот источником напряжения, войн. Вот это вот наследие зороастризма, а маска ислама – это просто у них, ну, это претензии на мировое господство. И поэтому они такие враги еврейского народа. Потому что совершенно противоположные идеологии. они стремятся к войне принципиально. Это глубина их идеологии. А мы принципиально народ мира. Хотя в них есть и положительный потенциал, который идет со времен корица. Ирус, да? Корица. И так Иран, который считал себя потопом корица, тоже был другой израиль. Так что эти два потенциала и у них сохраняются. У них путь швы им полностью открыт. Что-то со звуком? Меня было слышно? Да, да, да. Я слышу. Я слышу. Что-то у нас? Может быть, Рафаэль имеет что-то сказать? У меня, конечно, есть что сказать. Но Илья, его любимая тема как раз по этой главе Башалах, Аняша и Амарафеха. Я думал, что интересно послушать Илью. Я сегодня все утро читал, вчитывался в этот отрывок. Там все не так однозначно, как видно на поверхности. Так что потом, если останется время, я тогда тоже расскажу Илью. Илья, пожалуйста. У меня сейчас нет текста перед глазами. Это эпизод, связанный с превращением горькой или соленой воды в питьевую, в пресную, когда народ пришел к источнику или озеру, жаждал, но не мог пить по качеству воды. И претензии к Маше. Маше обращается к Всевышнему. Всевышний дает ему рецепт. Возьми дерево, брось это в воду. Он это сделал. Вода стала написана сладкой. То есть, пригодной для питья. И после этого идет посыл по памяти. И он там им сказал, если будете слушать мои указания, совет или голоса моего и исполнять мои предписания, законы, то ни одной болезни, которую я навел на Мицраем, на вас не наведу, они Гошем Рофеха. Я Всевышний Целитель ваш. Вот это единственное место, мне кажется, вот в Хумаше, где вот такое прямое указание на это качество и это отношение Всевышнего к еврейскому народу. Я целитель ваш. теперь что такое не наведу болезни Всевышнего? Ой, Всевышний не наведет болезни. Я извиняюсь, я могу прочесть по перефону Фрема Горфинкель. И тут все-таки важный момент, что оно в единственном числе, а не во множественном. Да, да, конечно. дал он ему законы уставления и там он испытал его и сказал он, если будешь прислушиваться глазу Господа Бога твоего и то, что прямо в его глазах делать будешь и будешь внимать его заповедям и соблюдать его законы, то все болезни, которые я навел на Митрая не наведу на тебя, ибо я у Господь твой Целитель. Спасибо. А почему вы обратили внимание на единственное число того, кто сказал и кому? Какое значение вы в этом увидели? Это он к кому это единый народ еврейский, да? Это Хораши, что Бог обращается к народу, но в предложении до и предложении после идет множественное число. А в этом отрывке идет единственное число. И возможно, что эти слова были адресованы только Маше как к лидеру, потому потому что Маше тоже сорвался в этой ситуации и кричал громко к Богу. И Бог его воспитывает. И в следующей ситуации, когда у людей закончилась еда, Маше молчит. Народ возмущается Маше Аароном, Маше молчит, пока Бог не говорит ему иди скажи вот то-то и то-то. Спасибо. То есть Маше выучил громко. А в этом комментарии содержится очень интересный момент. Я только сейчас слушаю вас его осознал. Если вы помните самый-самый конец Хумаша, когда говорится об уходе Маше, то подчеркивается состояние его здоровья. Там удивительные слова. В 120 лет Маше был совершенно здоров и подчеркивается зрение его не притупилось. С до обычных старостей все видят плохо. Помните правоцы наши и Ицхака были проблемы со зрением и так далее. И вот Маше был здоров значит Маше тот, кто может быть единственный, который услышал и исполнил и подчеркивается, что да, Всевышний был ему целителем. Маше ничего не нарушал. Ну, хотя ошибался, конечно, человеческий. Вот в вашем комментарии очень интересный вывод. Но все-таки почему это для нас важно? Это утверждение прямой зависимости духовной чистоты человека, да, она заключается в послушании Слову Всевышнего зависимость духовного, состояние духовной чистоты, влияние вернее, на физическое здоровье. Потому что египтяне страдали во время этих десяти казней со всех сторон. Все аспекты жизни были практически затронуты там этими ударами десятью вплоть до смерти первенцев. И вот такое народу, который под впечатлением того, что с ним только что было, народ был свидетелем этих десяти казней, и вот ему было сказано, вот ты видел это все? Твое здоровье, цельность твоего состояния, если взять слово целительства, исцеления, зависит от твоего отношения к словам Всевышнего. То есть явный приоритет духовного над физическим. Вот один из выводов. И наука психосоматика, которой занимается наш уважаемый Раф Эли, вот она прямо с этим связана, мне кажется. Потому что психа это душа, это душевный мир, да, а душевный мир явно является следствием духовного, состояния духовной чистоты. И вот если психосоматика как-то соотносится, связана с духовностью, то вот вам формула жратая, потрясающая на все времена. Спасибо. У меня вопрос по поводу сказанного. Если вы будете выполнять слушания и так далее, и так далее, то я не дам те болезни, которые дал в Египте или зал на египтян. Почему не сказано не дам полного здоровья, не дам никаких болезней? Значит, те, которые были в Египте, не будут даны, но болезни остаются? Это хороший вопрос. Но ведь дальше идет вот самая сильная вещь. Они Ашем Рофеха. Я ваш целитель. Я ваш врач. Но тут границ не видно. Тут не видно границ. Значит, мало того, что он не наведет болезни, а ведь на Египет болезни были не по физическим причинам, а все вот эти удары были по духовным причинам, потому что там процветало полное идолопоклонство и еще страшная жестокость по отношению к евреям. Это все духовные были отклонения египтян. Значит, если у вас не будет отклонений, то не будет подобных ударов по вашему состоянию здоровья. А в конце все-таки Рофеха, а Рофеха это Рофеха, это целитель. То есть, даже заболел, если. Это очень важно. То есть, я оставлю болезни, оставлю другие болезни, но буду их исцелять. То есть, не сказано про все болезни, сказано болезни, которые были в Египте. И все. Я бы сказал или написал бы, и не будет болезней, или будете здоровы, я не знаю, выразить как угодно, но всех, а не те, которые в Египте. Так, Эля. Да, тут все-таки как бы разница образования слышится между Ильей и доктором. Значит, доктор зацепился за то, что те болезни, которые навел на Мицраем, не на виду. Вот, но есть масса других, там какой-нибудь гепатит, онкология, аллергия, там и прочее. Корона, корона. Да, то есть у Бога есть список большой болезни, но все-таки вот от подхода Ильи я вам отвечу следующим образом. Значит, что интересно в этом отрывке, что казни египетские здесь названы махалот, коль махала шарсам типа Мицраем, каждую болезнь. То есть макот здесь названы махалот. И то, что Илья сказал замечательно, что в конце Торы про Маше говорится, что он умер в 120 лет абсолютно здоровым, то возможно, что и это у нас как бы в традиции часто делается, не часто, но есть аналоги, что вот эти вот 10 казней, что это как бы 10 это число совершенства, совершенства, что они включают в себя все болезни, то есть ни одна из болезней не коснулась Маше. вот и то, к чему я вас предлагаю, приглашаю, я сам этим постараюсь заняться, попробую систематизировать все болезни вот через вот эту вот призму как бы 10 казней, 10 болезней, то есть как бы все, что мы знаем, как подвиды вот этих вот 10. аналог, который я говорил в традиции, это вот знаменитая Ази Шир Маше это Шир Азот и как бы Маараль Мепрак говорит Яшир это Юд Шир то есть песня, которую воспоет Маше то есть Яшир в будущем. Ази Шир Маше и воспоет Маше вот значит Амараль Мепрак как бы приводит Медраж который говорит, что Яшир это Юд Шир 10 песней вот и на основании этого вот Рабинахман из Браслова разработает свои этих 10 псалмов как 10 видов радости что в песне на море как бы было 10 все 10 видов радости которые существуют в мире вот и это уже потом распишет Рабинахман значит возможно что в вот этих вот 10 казнях египетских которые здесь Бог обращаясь к Маше называет говорит называет их болезнями вот что возможно что это просто вот все болезни которые мы знаем это какие-то толадот от 10 болезней все спасибо вот болезни вопрос болезни это то что конкретное физиологические анатомические изменения или как человек воспринимает и подвох чувствуется вот значит сколько до 120 вам вы не изменились подвох в вопросе есть значит смотрите мы верим вот если брать согласно каббале что материальный мир это уплотнение тонких миров то есть соответственно как бы есть более тонкие миры которые пропитывают более низшие слои вот также и и как бы соответственно там и хорошее и плохое оно спускается вот через эти миры до материального мира значит болезнь как известна медицине с момента что она наблюдается медицина это болезнь которая уже реализовала себя на материальном уровне то есть как бы на органике вот значит то что как бы слово психосоматика на языке врачей это когда как бы есть симптомы но нет органических изменений тогда говорят а это у тебя от головы это у тебя психосоматика вот но как бы психосоматика это не только имитация болезни а это причина болезни то есть болезнь спускается тоже до материального уровня вот и как бы вот рамбом когда он систематизирует как бы вот навухим три причины зла он говорит что ну то есть он исходит из того что как бы зло не является прямым как бы желанием бога есть три причины зла в мире первое это несовершенство материи ну вот это мир состоит создан из первоэлементов там огонь вода воздух или ко времени рамбом там еще добавляется земля да огонь вода воздух земля то как бы есть накладки между этими элементами они не идеально подходят друг другу и поэтому есть какие-то как бы и физиологические изменения там допустим возрастные вот и вообще там не знаю болезни роста например то есть есть какие-то физиологические накладки и в мироздании тоже есть всякие там цунами землетрясения там и так далее то есть это как бы какие-то моменты нестыковки первоэлементов вот он говорит это самая маленькая категория зла которая встречается в мире вот вторая категория это зло которое человек причиняет другому человеку и третье это зло которое человек причиняет сам себе вот он говорит и этого больше всего вот второй третьей категории теперь я вот всего год назад понял такую вещь что когда человек заболевает он приходит к врачу вот и оба играют по правилам что как бы что это несовершенство материи вот что это первая категория зла которая есть в мире не тот не тот не не проговаривают вторую третью а как раз подавляющее число терапевтических болезней вот они они психосоматические вот и даже инфекция любая как бы в природе так богом заложено что любой сложный организм сильнее как бы простого то есть многоклеточное сильнее одноклеточных там млекопитающие сильнее пресмыкающихся то есть сложный организм более совершенный более сильный чем чем простейшие если бы микробы или вирусы были сильнее сложных организмов то как бы кроме них на земле ничего бы не осталось значит проблема не в том что они существуют а в том что что-то делает человека в какой-то момент незащищенным по отношению к ним то есть снижается защита и тогда у него появляется шанс то есть снижается защита чем то есть микробы вирусы существуют всегда и везде и в организме тоже вот но пока организм в тонусе у них нет шансов когда кто-то открыл или ведет там войну с организмом то микробы или вирусы он просто открывает второй фронт и все то есть всегда когда человек заболевает воспалительным заболеванием надо искать где первый фронт что ослабило окончил ну да можно здесь остановиться ну во-первых я рад что поднялся медицинский вопрос что можно немножко углубиться я понимаю слово психосоматика так сома это тело психо это психо это когда тело с ума сошло не ведет себя как нужно психосоматика я о другом все знают понятие гипохондрик гипохондрик человек который страдает от разных непонятных ощущений он называет их болями и он ходит по врачам он занимает место в амбулатории и в больнице и он беспрерывно занимается тем его обследуют ничего не находят а он продолжает ходить его называют этим названием гипохондрик как будто ну немножко сумасшедший человек не знает что он хочет это все очень просто у меня очень хорошо идут лечения гипохондрики я ему объясняю у нас работает сердце так бьется тюк 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 кто-нибудь слышал в усилителе какая-то страшная тракторная работа мы слава богу его не ощущаем но есть состояние болезненное даже у любого человека а у гипохондрика постоянно что он чувствует он слышит и ощущает сердцебиение что-то у него в области сердца что-то он не понимает он идет врач делает электрокардиограмму и эхо и все что угодно ничего не находит ничего не надо он слышит то что не должен слышать то что мы не слышим а он слышит и когда он получает объяснение что он слышит то что действительно есть но это не болезнь это не только это желудочные заболевания кишечно-желудочные заболевания мочевая система то есть это с повышенной чувствительностью человек который ощущает то те физиологические процессы которые происходят в организме они происходят буйно которые мы не ощущаем а мы его приравним к себе и говорят а он же понимаешь он идет к врачу и говорит все в порядке а у него продолжает это ему врач не объясняет я объясняю я никакое лечение не веду я объясняю что он чувствует то что мы не чувствуем но это есть действительно и это не болезнь это естественная работа все это очень помогает я просто к вам всем обращаюсь потому что всегда в семье есть кто-то так называемый гипохондрик который ходит по врачам жалуется жалуется а он жалуется то что он чувствует другие не чувствуют не находят ничего но он же чувствует и он переводит транслирует это как болезнь я не знаю что он что-то есть такое говорят все в порядке не в порядке я чувствую у меня бьется у меня там скрипит у меня булькает я не знаю что там делается понятно я объясню доктор скажите гипохондрики то что в литературе ипохондрик это одно и то же или это что-то другое я думаю это одно и то же как вознести а вы ему предложите научиться чувствовать других если он будет также сверх чувствительно относиться к другим так вообще будет хорошо да но тогда он садиком станет останется психика только психосоматики сома где у него сома он же чувствует какие-то ощущения так ну хорошо я просто всем рассказал потому что это может быть просто каждый может излечить другого объяснить что он ничего не придумает и он не психо не гипохондрик он ничего не придумает он ощущает то что обычный обычный человек нормальный так называемый обычный не чувствует но он чувствует это не страшно ничего это нормальная работа слава богу что он чувствует знаете этот же феномен часто бывает вот допустим после перелома руки уже все нормально, все восстановилось. Человек показывает две руки и говорит, ну, смотрите, она же отличается. Но чаще ноги. Или ноги, да. Она всегда отличалась просто. Человек не замечал. Я просил болезни. Это то, что физиологические анатомические изменения всевышний про болезнь, когда говорят. Или это как себя воспринимает? Нет, это когда дошло. Я помню первый вопрос. Я говорю, что психосоматика, которой я занимаюсь, это та, которая дошла до органики. Это интересно. Если он на этом застревает, то это развивается органика? Конечно. Если не исправляет причину, то органика развивается. Поэтому у нас как бы большее число терапевтических болезней неизлечимо. Как в том анекдоте, что самое большое достижение терапевта перевести острый процесс в хронический. Все. И лечить всю жизнь. Это здорово. У меня вопрос к Рэбью Иуде. Рэбью Иуда. Значит, вот слово, которое в этом пасуке Рофе. Решпей Алиф. Вот вы как раз Рофе. Что это значит? Я тоже хочу знать, что это значит. Подождите, подождите. Я к вам... Не надо мне по-одесски отфутболивать. Я к вам обращаюсь. Вы у нас Рофе. Не знаешь. Я не знаю, почему я называюсь Рофе и что такое Рофе. И как перевести точно по-русски это слово Рофе. Но вот в этом пасуке... Рофе. Расслабление. В этом пасуке мы переводим как целитель. Как мы переводим. На самом деле, что это? На самом деле, целитель, и все воспринимают целитель. А я не уверен. Расслабитель, может быть? Я не знаю. Нет, корень. Корень. Слово, что значит Рофе? Вот вопрос у меня какой. Он постоянно стоит, и никто мне не ответил. Пока. А я думал, как раз вы и ответите. Поскольку вы Рофе. Ну да. Обзываю так. Рофе доктор. Везде... Нет, доктор, врач. А мы в святом языке пытаемся найти ответы. Значит... Большой вопрос. Совершенно неправильный перевод. Можно, да. Одно слово по этому поводу. Это действительно от слова Лера. Это с расслаблением, видимо, связано. Вот еврейский корень. И я вспоминаю, что до... Ведь до самой последней эпохи, можно сказать, почти до 20 века. Ведь у врачей по-настоящему не было инструментов изменить болезнь вот таким уж прямо химическим путем и так далее. Они именно действовали так, что они расслабляли пациента, улучшали его настрой и внушали ему в хорошем случае, что вот его болезнь должна пройти. Если что-то особенно горькое дать человеку и сказать, вот смотри, это тебе поможет. Как в советское время хлористый кальт, если вы помните. Наверное, все помнят. Было лекарство одно из основных против гриппа, против простуд. И Лев Толстой. Вот это, так сказать, пику с другой стороны. Лев Толстой о Пьере пишет, что когда он заболел вот после плена у французов, тяжело болел и горит. Лев Толстой благодаря своему природному сильному организму он выздоровел, несмотря на все старания врачей. Лев Толстой, кстати, в своих записках в дневнике как-то записал, что если человек к сорока годам сам себе не врач, то он либо лентяй, либо дурак. Это так вот Лев Николаевич выражил. Может быть, ленивый дурак. Да? Еще хуже. И все-таки я сделаю маленькую попытку, а потом мне очень интересно послушать, что наш скажет Раф-Эли. И вот все-таки слово целитель, мне кажется, оно очень в данном случае поможет по поиску ответа, что такое Раф-Эли. Сейчас. Раф-Эли сегодня уже сказал одну важнейшую вещь, что сложный организм человеческий, например, потенциально сильнее, чем микроорганизм. Хотя иногда микроорганизмы нас достают. И вот, но мне кажется, нужно добавить к этому одно условие. Если этот сложный организм не содержит внутренних противоречий, если он гармоничен, одним словом или другим словом, он цельный, вот если в нем есть цельность, то есть отдельные его органы или части, которых 248 по нашей традиции, много, и вот если они между собою сотрудничают, если у них есть некое объединяющее начало, опять к слову единства, единство, о котором мы сегодня говорили, и вот эта цельность, то есть это некая сложная система, тем не менее в чем-то единая. Если этого нет, то есть противоречие между частями единого целого, то оно сильно ослаблено, и тогда атака простейших может его повергнуть в болезни. Тогда врач это та внешняя сила по отношению к человеку, который видит, значит, там идет диагностика сначала, который видит, а где тут нецельность, а еще важнее, если он видит причины, то, о чем Эли сказал, если он видит причины, которые вносят эту нецельность, этот физически говоря, эксцентриситет. Помните, что это такое? Значит, если вращается тело, ну, волчок, например, Юла, да, а все в этом мире вращается, у нас каждый атом в нашем теле, он имеет вращательные движения. Это далеко, я уйду, не буду, но эксцентриситет, это если волчок не уравновешен, то он не сможет крутиться, он тут же выскочит, то он упадет. А если он вокруг своей оси, вокруг своего центра уравновешен, он может долго-долго крутиться. И вот динамическая цельность, это когда у человека есть вот эта ось, и все вокруг оси уравновешено. И тогда можно говорить, что он целен. И вот врач видит эту неуравновешенность, да, и находит причину и уравновешивает. Вот может быть эта работа внешнего врача, а изнутри мы себя не видим, где у нас что нарушено. Теперь, то, что делаете вы, Иуда, когда вы расслабляете, то вы тем самым снижаете скорость вращения, крутеж вот этот, да, и тогда в этом состоянии организм сам находит, потому что это в нас заложено, он находит вот это равновесие. Не приближайся к экрану. Вы выводите, выводите как бы человека из привычного этого беличьего колеса, он как бы останавливается, да, и на гораздо меньших скоростях у него происходит это исцеление. Я так это себе представляю, но вам, наверное, виднее. Поэтому у меня был вопрос, вопрос был, что такое Руфе. Я думаю, не исцелитель, а успокоитель. Самая главная задача врача, если он врач, или любого человека, если родитель, это родитель, муж, жена, и прочее, успокоиться, успокоиться, успокоить себя, и передать уверенность и покой тому человеку, который... Потому что я видел и был свидетелем, когда погибали люди, которые входили в панику, например, тонущие, он тонет не потому, что наглотался, а он наглотался, потому что он в панике или в сердечный приступ. Что вот эта паника, это не покой. так я думаю, что врач, Рофе, это успокоитель, когда он себя и идет с уверенностью, что он может помочь. Почему он идет с уверенностью? Потому что у него были случаи 10, 20, 100 тысяч, что помогало именно тем, что он... И уже вырабатывается манера успокоения. Поэтому целитель, целитель, это делать цельный, я не знаю, это нужно разобраться в этом... Ребю, да я только... Одно только возражение. Значит, вы применяете слово успокоение, но давайте доведем это до... Минуточку, я закончу мысль. Значит, вы говорите об успокоении. Теперь придите к пределу, к полному покою. Ну, это мы переходим за грань жизни уже. А ваш покорный слуга вводит другой термин уравновешивание. И вот то, что вы делаете, успокаивая, утешая, вы приводите организм к уравновешиванию. Я предлагаю этот термин осознать. И тогда вы поймете, что такое РОФЭ. У меня предложение посмотреть на это с большей перспективы, которая вот прямо в этой главе написана. Потому что не обязательно РОФЭ понимать как врач для человека. Это врач для семьи, для общества. И что написано прямо в этой главе? Что и назвал это место испытания и раздоры. и сразу после этого и пришел Амалик. То есть раздоры и вот то, что вы говорите про человека, когда есть несбалансированность внутри человеческого тела, точно так же несбалансированность, которая прямо МАШе названа, раздор внутри израильского общества, привела к тому, что пришел ЛОМАЛИ. Поэтому может быть на эти все вещи нужно взгляд расширить, не сужать его только к тому, что человеческий организм. Но и небольшая ячейка это семья и большая это общество и оно тогда прямо связано к тому, с тем, что происходит вот у нас сейчас, вот эта судебная реформа присоединяется. Вот и сейчас только одно слово. Я Ильяу и Равелли жду просто одно слово. Вот между атомарным устройством общества, семьей и обществом в целом есть промежуточная часть вот эти скажем органические группы там из десятков и сотен людей, которые в традиционном обществе очень сильны. И кстати, между прочим в Америке есть очень много общин. И когда они ослабевают, то комфорт людей падает и их нормальное функционирование оно очень-очень ослабевает. По-моему, и Эля ждет уже со словарем очень долго. Или Яу. Я скажу только перед Элей пару слов соотнесусь к тому, что Владимир сказал. Очень важная вещь. Действительно это расширительно. И вот это собственно слово равновесие и уравновешивание или баланс как угодно. Это исключительно архиважно. Если нет баланса, а общество безусловно динамично, наш мир динамичен. Значит, и если есть баланс, то вразнос идет и падает. это непросто понять и осознать, что мы все в динамике, и тут очень важно равновесие. В динамике без равновесия невозможно. Система развалится, упадет. Равновесие совершенно необходимая вещь. И смотрите, есть такое слово справедливость. и у нас а вот справедливость, оно как раз равновесие во всех вещах. Вот, например, есть у нас тут, ну раз вы о судебной реформе, есть левые и правые. И представьте себе, что если пройдет даже реформа, и она окажется не для равновесия, а какая-то одна сторона сможет перетянуть на себя. И тогда мы свалимся в другую крайность. Понимаете? Вот. Обязательно нужен баланс. Вот это чувство меры, еврейское чувство меры или золотой середины исключительно важная вещь. И я думаю, что и врач, когда видит, что больной, ну настоящий врач, глубокий, видит внутренние душевные и духовные причины разбаланса, то настоящий врач видит человека в целом и его духовную часть. И он способен уравновесить. Баланс и динамика. Илья прекрасно связал. И я скажу такой простой фразой, затертой. Движение к светлому будущему, ощущение себя участником, движение к светлому будущему. Я специально говорю с затертым, но поймите, это огромный смысл. Оно улучшает силы и физическое, психическое здоровье общества. Общество, которому по радио и телевидению внушают, что мы в тупике, те, кто это делает, они разрушают здоровье своих слушателей. Абсолютно. Равелли, вы все должники. Я еще одну фразу. Равелли у меня перекликалось с Рафели. Оно так и есть. По моему опыту оно так и есть. Спасибо. Значит, вот к тому, что сказал Владимир, два замечания. Значит, во-первых, когда мы все влияем на эмоциональное равновесие друг друга, вот, или сбиваем чье-то эмоциональное равновесие, вот, или можем помочь человеку восстановить его эмоциональное равновесие. Поэтому, безусловно, социальный аспект здесь очень важен. Потом, то, что еще важно в этой главе это все-таки период, в котором евреи находятся между исходом из Египта и дарованием Тора. То есть, как бы, мудрецы говорят, что почему Бог не дал Тору сразу по выходу из Египта, потому что они были не готовы, они еще были рабами. Соответственно, с них надо было вытравить психологию раба. И в этом плане, когда мы говорим про Рафеха, то тут получается, что вот я сейчас так осознал, что, в принципе, рабы живут меньше, свободные люди. потому что жизнь, то есть, психологическое состояние как-то на них влияет. При условии, что это мешает. При условии, что еще раз, доктор. При условии, мешает рабству. Если он любит рабству. При условии, что рабству ему мешает. А есть такие, в полосе довольны рабством, и нет этого. Так у него прокол это ухо. Большая часть советских людей такие были. Большая часть советских людей и остались такие, некоторые. Но продолжительность жизни в Советском Союзе все-таки была невысокая. Сейчас во всем мире поднялось. Не знаю, почему. Наверное, потому что написано долго будете жить. Написано в последние дни. для того, чтобы задумывались зачем. Значит, по поводу рафеха, корня рафеха, я взял, это, конечно, не аксиома, лемельман, еврит, от буквы корню. вот. Значит, но здесь есть любопытная вещь. Значит, он говорит, что корень, что двубуквенная рэйш и пэй это слоистость, залегание слоем, разделение в горизонтальном направлении. И дальше он там говорит про рэйш пэй далэ, рэйш пэй кув и вот тут раздел, который рэйш пэй пэй, рэйш пэй алэф, рэйш пэй гэй. То есть он это трактует как укладываться. Но мне вот больше понравилось слово слоистость. То есть, что, допустим, я прочту весь отрывок просто и тогда все варианты, что отдает. Значит, пэйдалэт это обхватывать прилегать пэд, пэд, да, настилать лирпот, обивать лэропэт, настил подстилка рэфида, репут обивка, рэфэк это плотное налегание, при котором выступы входят в пазы. значит, лэхи терапэк налегать, опираться, преподать. Вот, и дальше лэрофэф обвалить на землю, уложить, рэфэд, хлев, то есть, это место, где лежат, лэрофэф, 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 двигаться вдоль поверхности, едва касаясь ее, стелиться, лэрофэ, он говорит, лечить, то есть, в смысле, что укладывать на излечение, проводить, переводить на постельный режим, и отсюда лэрофэ врач. Но мне кажется, что именно он ушел от идеи слоев, что, может быть, рэрофэ, это тот, который смотрит послойно на человека, вот, или послойно, как ультрасаунд, или рентген, или послойно, как, как бы, физически, духовный, там, мир и так далее. Вот, и лирпот, рэпэ, это слабеть, рэфэ, слабеть, стремиться, лечь, и рэфэ, вялый. Вот, то есть, не знаю, мне, вот, как бы, понравилась идея слоистости. Вот, а идея... Успокойте попугая. Успокойте попугая. А, это за окном тут. За окном, ты уверен? Да, да, точно. У меня, думаю, нет, птиц не держим, это только, только залетное. Да, прости меня. Тут, в Кармеле, кто-то, у кого-то сбежал, один зеленый попугай, вот, и они там, на природе размножились, да, и они тут летают, кричат. У нас тоже. Тов, значит, тема, как бы, старая, но тема, которая, мне кажется, принципиально важна. Я когда-то попытался проанализировать, столько разных событий попало в эту главу, что их объединяет. Значит, все эти события произошли в короткий период времени, то есть, там, где-то дней 45, то есть, полтора месяца. И на этих бедных, несчастных, как бы, вышедших из Египта, обрушилось много раз, как бы, ситуация, когда они стоят перед лицом смерти. Значит, первый раз, это когда они остановились у моря, вот, и, как бы, впереди вода идти некуда, справа горы, слева горы, а сзади египтяне накрылисты. То есть, страх, что сейчас их догонят и всех убьют. То есть, животный страх смерти. потом воды моря раздвигаются и они всю ночь бегут, и это страх. Как бы, вот, Равыцхак говорил, что они бежали и плакали. потому что, во-первых, страшно стоят волны вокруг воды моря, во-вторых, они бегут по подмерзшему грунту, а сзади египтяне на колесницах кричат и бросают в них дротики. вот, то есть, они как бы натерпели за эту ночь страхов, и когда море их выбросило, море выбросило утром на берег трупы египтяной обломки колесниц, только тогда у них вот такой почти животный крик радости спасения. Потом они пару дней посидели у моря, Маша говорит, надо двигаться дальше, они двигаются дальше, они уходят на три дня пути в пустыню, у них заканчивается вода. То есть, у людей, которые выросли у Нила, то есть, как бы, как вода может закончиться, вот, и тогда страх умереть от жажды. Потом значит, проходят там передышкой там недели две в Элим, наелись, отдохнули, там, а потом идут дальше, у них заканчивается еда в пустыне. То есть, страх умереть от голода. И этот страх как бы висит над ними все потом сорок лет, потому что как бы тут жаловаться некому. ман выпадает, порция на один день. У тебя нет гарантии, что будет завтра следующая порция. И шаббат особо бьет по голове. В пятницу выпала двойная порция, поели сегодня и завтра, вот, а выпадет ли он воскресенье. И потом опять рефидил вот эта история с водой. И потом Амалик. То есть, получается, что за эту главу они минимум шесть раз стоят на пороге смерти. То есть, им грозит смерть. И как бы вопрос для чего? Почему как бы тема смерти фактически главная между на отрывке пути между Египтом и Синалем? Вот. Как бы ответ, который, мне кажется, более правильным, что на пути к духовности надо научиться преодолевать страх смерти. И для раба как бы жизнь это самая большая ценность. И в принципе единственная. Что больше у него ничего и нет особо. Все у него можно забрать. Жизнь это последнее, что у него можно забрать. Поэтому раб больше держится за свое существование, чем свободный человек. Свободный человек гораздо легче может пожертвовать своей жизнью ради чего-то или ради кого-то. Раб нет. поэтому Бог их проводит через череду событий, когда они сталкиваются лицом со смертью, лицом к лицу со смертью, для того, чтобы научиться преодолевать страх смерти. И последняя высшая точка этого это война с Амалейком. Амалейк, у него не было большой армии. Если бы у него большая была и мощная армия, он бы тогда завоевал бы Египет. А тут он нападает на безоружных, уже вооруженных людей в пустыне, но они рабы по психологии. он не нападает на них как бы как армия нападает. А он остановился встаном и так как бы по чуть-чуть по краям атакует. Но это психологически очень бьет. Может сегодня могут убить, а могут покалечить. Сегодня могут тебя, сегодня могут меня. И так далее. Вот это психологически и бьет. и вот на этом этапе, после уже пяти предыдущих столкновений со смертью, вот, уже собираются люди, то есть Маше говорит Ишо, и Ишо собирает армию тех, которые готовы идти и рисковать своей жизнью, может бы даже умереть, ради жизни своих семей и ради жизни своего народа. Вот это вот уже качественный скачок. Более того, еще чему научил нас Амалейк, у Амалейка не было шанса победить, вот, но ослабить именно, то есть он пришел не завоевать, не захватить, не подработать на этом, он пришел умирать, но он пришел умирать за свою веру, и вот это был главный урок для евреев, что вот кто-то готов умереть за свою веру, какой бы она мерзкой, гадкой ни была, но он был готов за нее умереть, вот, и вот только после того, как и мы готовы умереть за свою веру, вот тогда уже хотя бы какая-то часть, вот, которая пошла в бой, вот, тогда уже подошли к горе Синай, мы тогда уже получили то. То есть фактически не может быть духовной личности, которая не научилась преодолевать свои страхи, и главный из них страх смерти. Все, спасибо. Эли Шарков. У меня стоит вопрос, постоянный вопрос, я думаю, что для себя я нашел ответ. Чем отличается верующий человек от неверующего коренным образом, в одной фразе, чем отличается? Это такой же человек, одежда, внешне все это может быть не отличие, это неверующий. Верующий человек значит он не умрет, он перейдет в другое состояние, но он будет жить. А тот говорит, конец, а конец со страшной вещей. Никакой надежды, никакого будущего, конец. Поэтому ему страшно попасть в пропасть безответную. Значит, верующий человек не умирает, то есть он не боится смерти, так, как боится. Тут конец всему, все, все, было и нет, ничего нет, ничего, никого, ничего нет, все. Это страшная вещь. А мы, которые верили, верили, знаете, это не конец, может быть, самое начало. И чем ближе приближаешься в возрасте к определенным границам, к 120, тем я с ней все это понятие, что боятся умереть или не боятся умереть. Все. замечательно то, что вы сказали, значит, как бы совсем не пытаясь это как-то лохмиться, но по этой логике у нас попадает, что и Путин очень верующий человек, то есть он до сих пор думает, что это еще не конец. Так что тут надо как-то уточнить. Я же объяснял, почему Путин держит. По одной причине. Почему этот самый Натаньяу ничего не получится у него. Путин борется с гомиками и за это его держат, например. Только это, больше ничего нет. Ну, когда эта заслуга его закончится, плата за эту заслугу, тогда будет конец. Его держат вопреки общественному мнению мира, мировому и прочее, прочее, прочее. Все прочее его держат. Непонятно почему. Ну, а сами Путина? Почему раз Путин, а два Путина, почему три Путина? А можно перейти к нашим ближневосточным делам в свете того, что сегодня прозвучало? Я сейчас отчетливо понял, что эти самые шахиды, террористы, которые готовы умереть, чтобы убить евреев, это точная проекция Амалека на наше время. То есть Амалек это террорист, интересное подчеркивало Равыцах, что Амалек ничего не надо было, ни завоевать землю, ни какое-то богатство приобрести. Там была совершенно непонятная цель, почему он пошел на войну, действительно рискуя самому не выжить. Это психология терроризма. У меня совсем другая точка зрения. Есть небольшая разница. Террористы, если ты говоришь, идут на смерть ради смерти, это не так. Они имеют большие привилегии, они считаются героями, их всеми снабжат деньгами. Это верно, это другая сторона медали. Да, конечно. И это, и это. Амалеки. Они не Амалеки. Это наше корыстное время. Или там получать 70 таких красавчиков. А есть такие, которые думают, что только когда он уйдет, получит 70 бетулот. Это действительно верующий. Если можно, у меня совсем другая точка зрения про Амалека. Амалек говорят, что Амалек он беспричинный напал на евреев. На мой взгляд, у него было более чем достаточно причин. И законам, которые у него были. Беглых рабов нужно возвращать хозяину. Перед ним стояли беглые рабы. Он к ним относился, то есть к нам, к беглым рабам. Кроме того, законы, которые они соблюдали, представляли колоссальную угрозу для Амалека. Один только закон про то, что вот этот закон беглых рабов по его закону нужно отдавать хозяину, а по еврейскому закону наоборот не нужно отдавать Израилю. Оно полностью разрешало его всю страну и всю его экономику. Когда израильтяне потом шли, евреи шли через пустыню и какие-то цари говорили нет, не пройдешь ты через нас. Ну, конечно, не пройдешь. Все мои рабы к тебе перебегут. И по твоему закону это будет правильно. Поэтому Амалек сражался за свою жизнь. Ему нужно было показать хотя бы это на мой взгляд хотя бы визуально своим рабам, что нет, это так просто так не останется. И поэтому его у него есть два компонента. У него есть ненависть это другой компонент. У него есть весомые причины для борьбы. Это одна вещь, которую я хотел сказать. Вторая вещь, я хотел сказать, перевести немножко наш разговор тоже про антисемитизм и про ненависть в современное русло. сейчас жизнь последние сто лет колоссально изменилась. Мы все это видим. Я бы сказал, что это изменение его редко так выражают, что если сто лет тому назад совершенно запросто можно было жить просто трудолюбием. человек трудолюбивый и он себе живет, поживает и добро наживает со своей семьей и все в порядке. Теперь произошло колоссальное изменение. Трудолюбия недостаточно ни на индивидуальном уровне, ни на уровне государства. Нужно необходимо абсолютно творчество. Без творческого начала что лет и 200 лет тому назад количество ученых или количество инженеров было в тысячи раз меньше, чем сейчас. 0,1% а сейчас 30%. И вот тут возникает интересный феномен. Ненависть убивает творчество. Ненависть и оба творчества и ненависть требуют колоссальной энергии для мозга. Мозг потребляет 30% вообще энергии человека. Или одно из двух. Или ненавидишь, или ты можешь творить. Если ты не можешь творить, государство умирает. Государство, у которого нету энергии на то, чтобы создавать новое, даже просто оружие, новое лекарство, оно умирает. И возникает в современном мире вот такой противоречие. И как только страна или человек уходит в ненависть, это путь вниз. И поэтому мы видим то, что мы видим сейчас. Потому что это захватывает. Они ненавидят, у них меньше энергии на творчество, они еще больше ненавидят. и вот эту тенденцию, которую мы видим, она произошла от Амалека, но она не была такой острой. А вот сейчас она превратилась в необычайно острую вещь, которая видимо будет по нарастающей увеличиваться. Это вопрос. нет. Оригинальные мысли. Спасибо. И где же выход из этого? Вы показываете, что круг сужается. А как разорвать этот порочный круг? Это обратная связь, она имеет такое свойство, это положительная обратная связь. Ты толкнешь в одну сторону, оно летит в одну сторону. Если дай Бог, ты толкнешь в другую сторону, оно будет лететь в другую сторону. То есть нужен какой-то толчок, который поменяет направление. Направление понятно какое иное. Это любовь. И беспричинная ненависть может быть побеждена только беспричинной и безусловной любовью. И об этом Тора нам четко говорит. Помните, Раби Акива сказал, вот центральное место в Торе. В Агафтариха Камоха. Да, и вполне возможно, что именно это центральное место любови уменьшения ненависти по отношению к другим оставляет у евреев больше возможностей к творчеству. И вот это дает преимущество нам. позвольте. Значит, с выводом согласен, с построением логическим нет. Понятно, что мы за мир и за творчество, вот тут спорить бесполезно, вот, но как бы первое убийство на земле, убийство Каина и Авеля, вот, кто кого ненавидел, вот, Каин ненавидел Авеля, в результате кто проявил творчество, Каин же и проявил творчество. Медраж говорит, что он не знал, как убивать, вот, он пробовал так, пробовал так, пробовал так, пока не нашел как. и на протяжении тысяч лет истории человечества именно война стимулировала технологии, вот, а потом уже, значит, благодаря конверсии там что-то перепадало на какие-то мирные цели. Вот, слава Богу, что мы дошли до того уровня, когда там, не знаю, лекарства разрабатываются не для солдат на войне, там, или какие-то технологии, то есть не все разрабатывается для военных нужд. Вот, но то, что идет рост как бы творческой мысли, это хорошо, и следующий шаг, конечно, как бы творческой мысли, нужна духовность, нужна идеология, указывающая направление, чему это творчество должно служить. Вот тогда, да, правильно, то, что вы сказали, и то, что Илья сказал, что направление любви и служения Богу. то есть вот Рабиакева говорил, первая заповедь это значит, вага, автоэташе молоках, люби Господа Бога Своем, а вторая люби ближнего. А кто остался, который проявил инициативу? Да, к сожалению. Который не проявил, ничего от Абеля не осталось? Эбель, Бима, ничего не осталось? И мы продолжаем, и продолжается все-таки тот, кто творческий был. Хоть творил партизал. Одну секундочку, можно тут добавить. Элли ведь описал этот вид творчества, этот метод проб и ошибок. Значит, пробовал так и пробовал эдак, я так услышал Рабели, да? Это не есть творчество, а есть другое творчество, которое мы называем прозрение и с большими творцами науки, и не только науки, а искусство, было именно прозрение, вдохновение, а человечество, конечно, это называется ползучий эмпиризм, метод пробы и ошибок. Ну, и оружие, между прочим, которое до сих пор не остановилось, значит, изобретение, они тоже пробуют, попробовали так, не получилось, попробовали иначе, ползучий, оплуг, оплуг, это двинчатый крометчик, это же не оружие, отец Ноха сделал, да? А, ну да, ну, неважно, да, я не знаю, может, его осенило, значит, мне трудно сказать, творчество дело очень непростое, и творчество Каина только условно можно назвать, я бы сказал, просто у него была дурная инициатива, это скорее сказать, чем творчество, вот, а Всевышний же его предупреждал, что у порога грех лежит, а он не послушал даже предупреждения, ничего хорошего он себе не заработал, вот, но началось-то, дорогие друзья, давайте помнить корни, началось не с Каина, а началось-то с папы, с мамой этого Каина, вот там где, но у них ненависти не было, у них была глупость, а это пострашнее ненависти, а кстати, корни ненависти, это, конечно, глупость, потому что не видеть в другом человеке брата или сестру, у которого один отец общий, это же глупость, понимаете? Это да, да, самые страшные враги такие, именно такие, братья и сестры, вы знаете, что сегодня прозвучало, это все нужно осмыслить, сегодня очень глубокие вещи прошли вокруг самых, так сказать, коренных духовных понятий, свобода сегодня прозвучала, страх, страх смерти, вот, и я вспомнил, слушая моих дорогих коллег, что к концу пятой книги сказано совершенно какая-то вроде очень простая, не очень понятная вещь, когда сказано, Маше говорит в своей речи перед уходом, что есть два пути у человечества и у человека, путь, если будете так вести себя, вести себя, то это путь к гибели, к смерти, если будете так себя вести иначе, то это путь к жизни, и сказано, и выбери жизнь, и вот о какой же жизни идет речь, а мы сегодня говорили о страхе смерти, очень глубокое, мне кажется, рассуждение, это серьезнейшая вещь, надо всем осознать, и Атора говорит, выбери жизнь, так как преодолеть, значит, а с другой стороны пожертвовать жизнью, иногда, тут все не очень просто, но мне кажется, что вот та свобода, которая является центральной темой, и тот страх смерти, о котором Равелис сказал нам сегодня, вот это две вещи, они на полюсах находятся, значит, настоящая глубинная свобода, это свобода от страха смерти, и это то, что прозвучало сегодня, и если мы мечтаем быть свободными, да, то это свобода в том числе от страха смерти, ну и еще от власти материи, ну и еще от власти денег, вообще свобода от любой власти и от власти страха смерти, вот это идеал, но тогда что, безграничная свобода, она нет, и у этой свободы, которой есть идеал, есть две естественные границы, и они прозвучали только вот сейчас в устах Равелли, какие же естественные границы вот этой безграничной свободы, а это две границы, это любовь к Всевышнему, значит, граница слушай, что он тебе советует, и вторая граница любовь к ближнему, ты хочешь быть свободен, так уважай свободу ближнего, как свою собственную, вот тут и равновесие, кстати, и вот это самое равновесие, есть естественные границы для свободы, думай не только о себе, но о ближнем, люби его как себя, получается закон равновесия любви, и вот эти две любви к Всевышнему и к ближнему являются естественными границами свободы, вот такая простая система. Спасибо. Останавливаемся на этом, да? Да. Шарко Ахра Спасибо, я Шарко Ахра Ахра Спасибо большое. Всем здоровья. Большое. Спасибо. 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 Спасибо.